Здравствуй, Альбина. Здравствуй, Тора. К чему приведет все-таки вот такое обострение в регионе? Ну, к чему приведет, как бы говорить, достаточно сложно, потому что нынешняя картина напоминает буквально события, которые мы наблюдали еще два месяца назад. Что происходит? Южная Корея объявляет о совместных учениях со Соединенными Штатами и при этом наблюдается некая такая активность, скажем так, как со стороны КНДР, что наблюдается, в принципе, всегда, когда проходят вот такого рода учения. Да и власти КНДР тоже не отрицают, вы совершенно верно отметили, да, военным был отдан приказ открыть артиллерийский огонь в сторону моря в ответ как раз-таки на учения, проводимые Южной Кореей, и Кхенян заявляет, что были замечены пуски реактивных снарядов со стороны также Сеула. И это наблюдается не только сегодня, уже второй день подряд. И вот со стороны КНДР было произведено более 130 морских боевых артиллерийских выстрелов в сторону Южной Кореи. И в целом, если говорить об активности вот этой со стороны Северной Кореи, то можно сказать, что показатель является действительно рекордным. Как минимум 63 баллистические ракеты были запущены только за этот год со стороны Корейской Народной Демократической Республики. Что заявляют обе стороны? СТАК — это Центральное информационное агентство. Северная Корея, оно называет действия Сеула провокационными и призывает немедленно прекратить боевые действия. Между тем, в Республике Корея также заявляют, что снаряды попали в морские бухгерные зоны к северной приграничной линии. И вот эта вот как раз-таки линия, вы совершенно правильно отметили, она де-факто является морской границей между странами. Напомню, что она была установлена в 2018 году в соответствии вот с межкорейским военным соглашением. И как раз-таки Южная Корея призывает своего соседа соблюдать принципы этого соглашения. Что касается самого соглашения, оно было подписано еще при предыдущем президенте Республики Кореи, это Мун Джи Ин, министрами обороны обеих стран. Оно как раз-таки предусматривает меры по снижению напряженности и еще и рисков военных столкновений на корейском полуострове. И тогда вот стороны договорились, что будет создана как раз-таки зона приграничных районов, которая будет свободна от военных учениях. И вот вы совершенно верно отметили, что учения, которые проходят сейчас, совместные учения США и Южной Кореи, они проходят в уезде, который расположен буквально в 70 километрах, ну чуть более 70 километров к северо-востоку от Сеула. Вот это, пожалуй, вся информация по поводу этих столкновений между Северной и Южной Кореей, которые мы сейчас наблюдаем. Но вот говорить о том, к чему приведут, но, скорее всего, опять Соединенные Штаты, возможно, вызовут как экстренное заседание, как это мы наблюдали буквально два месяца назад, и будут рассматриваться меры по привлечению, может быть, к ответственности КНДР, либо вот призыв к динокуляризации полуостров. Альбина, я отмечу, что на связи со студией был собственный корреспондент телеканала CBC в Китае Альбина Абдурахманова. КОНЕЦ